Мир и гражданское согласие в Украине. По инициативе народного депутата Сергея Тегибко в Запорожье состоялась конференция с участием представителей Юго-Востока страны, на которой рассматривались возможные пути примирения в обществе. В результате удалось подписать совместное обращение к руководству страны. Главное сейчас достичь мира. Все остальные проблемы отошли на второй план. Сергей Тегибко с самого начала предлагал конкретные шаги, которые власть должна сделать навстречу Востоку. Но официальный Киев выбрал другой вариант. Не просто так политики заявляют о том, что нужна антитеррористическая операция и это видят как выход. Политики ориентируются на общественное мнение. Если мы не сможем переубедить людей, что это путь в никуда, что каждый день, когда проходят вот такие операции, приносят только новые жертвы, это каждый раз разделяет нас, разделяет, знаете, ничего не изменится. Чтобы выработать общую позицию по ситуации на Юго-Востоке, на конференцию прибыли представители общественности, интеллигенции и бизнеса из этих регионов. Не смогли приехать только из Донецка. Помешали блокпосты. Если говорить о диагнозе, о причинах, которые привели к этому острому политическому кризису, то здесь две составляющие необходимо анализировать. С одной стороны внутренняя, с другой стороны геополитическая. Если говорить о внутренней, то это война элитных групп на поражение. Главный вопрос, который Украина и руководство всех, всех президентов, правительств, в той или иной степени, у кого лучше, у кого хуже, не решили, это вопрос региональной политики, это распределение бюджетных денег, это внимательное отношение к нуждам. Само создание государства Украины было абсолютно понятным, что оно разношерстное по своему социальному, географическому, какому хотите, так сказать, состоянию. И что это государство должно носить федеративное обустройство было тоже понятно многим всем. Это все, что мы видим, это политическая элита, она сама себя назначила. Дальше я могу сказать, что она с громадянским суспильством заигрывает и фактически право на общественное мнение монополизировано, так называемой политической элитой. И на фоне разностороннего многообразного кризиса мы видим, что есть кризис формирования политической культуры. То, что нам нужна конституционная реформа, это факт. То, что нужно управление перенести на регионы, это факт. То, что нам нужно быть сильной державой, чтобы не зависеть от внешнего фактора. Таких конференций круглых столов надо проводить чаще, больше, чтобы нас могли услышать. А так, как мы же до этого жили, жить дальше нельзя. В результате конференции удалось, главное, принять совместное обращение ко всем сторонам конфликта с предложениями, как разрешить эту ситуацию. Представители Юго-Востока считают, надо немедленно прекратить огонь, остановить антитеррористическую операцию и подписать переходное соглашение о мире, в котором четко обозначить даты разоружения военизированных группировок. Кроме того, предлагают переформатировать коалицию, создать правительство национального примирения и вернуть страну в правовые рамки. Также в резолюции оговорили проведение конституционной реформы и местного самоуправления, а также предоставление русскому языку статуса официального. Главным считают гражданский мир и согласие. Первый шаг в этом направлении был сделан в Запорожье. Продолжение следует...